6 декабря Омскую область с ответным визитом посетила делегация Североказахстанской области во главе с Акимом Сериком Беляловым. Со спортивными объектами, вузами и соревнованиями нашего региона познакомился начальник управления туризма, физической культуры и спорта Североказахстанской области Руслан Есеналин. Встречал гостей на Омской земле и селькульский ледовый дворец спорта. Конструкция здания, лед, раздевалки. Делегация с особым интересом изучала спортсооружения, ведь в ближайшие годы на территории Северного Казахстана планируется строительство таких объектов, и опыт омичей может стать хорошим подспорьем. Здесь же в Исселькуле и делегаты осмотрели объекты стадиона «Молодежный», где в 2008 году проводились соревнования областного спортивно-культурного праздника «Королева спорта». Здесь видно, что прошел праздник «Королева спорта», и то, что осталось после нее, осталось именно для этого населенного пункта, для районного центра. Большой спортивный зал из легковозводимых конструкций, поле, трибуны, очень все привлекательно выглядит, для районного центра очень хорошо. Проводить народные игры, я думаю, совместно будет предложение по совместным мероприятиям. Мы сейчас приехали тоже не в холостую, мы привезли с собой план мероприятий совместных, которые будут, в принципе, пригласим вас на свои мероприятия. Подписание плана совместных мероприятий состоялось несколько позже, ну а далее в программе был переезд во властной центр и экскурсия по ледовому десятитысячнику «Арена Омск». За полтора года поставили, вот запустили 31 августа, у нас вот был здесь Канада, играла сборная Канада, сборная России. Спортивный руководитель Североказахстанской области был в хорошем смысле поражен инфраструктурой хоккейного клуба «Авангард». Ему рассказали о стоимости содержания такого грандиозного объекта, о культурно-массовых мероприятиях, которые проводятся по сводами арены. Для себя сделали выводы, что, наверное, нужно будет не отставать от Омской области и строить спортивные сооружения именно и с ледовыми аренами, и дворец спорта. У нас на рассмотрении находится из республиканского бюджета строительство дворца спорта именно в городе Петропавловске, готовится к открытию и введению физкультурно-массового комплекса с ледовой ареной. Тоже, в принципе, мы стараемся перенимать опыт. Далее Руслан Есиналин принял участие в церемонии закрытия международного турнира по волейболу «Ситя» памяти Мирона Гуревича. Среди участников которого была сборная команда Республики Казахстан. Есиналин поздравил соотечественников с третьим результатом на традиционном турнире и вручил им заслуженные награды. Удалось пообщаться с соотечественниками делегату и в Сибирском государственном университете физической культуры и спорта. Студенты, которые приехали учиться в Омск из Казахстана, интересовались тем, какие соревнования проводятся на родине, спрашивали о строительстве новых спортивных объектов и рабочих местах для выпускников спортивного вуза. Сегодня мы пригласили тех студентов, которые учатся здесь из Казахстана, для того, чтобы они участвовали дальше в развитии спорта именно на своей родной земле. Благодаря республиканской программе с дипломом в село они могут поучаствовать и могут работать тренерами, учителями физической культуры, специалистами по спорту именно и поднять спорт в Казахстане. Завершением визита делегации стало итоговое совместное заседание с участием губернатора Омской области и Акима Североказахстанской области. В ходе заседания был подписан план совместных мероприятий к пограничному сотрудничеству в сфере спорта. Соглашение подразумевает собой народные и сельские игры, открытые областные турниры и совместные сборы омских и североказахстанских спортсменов. Связи прочные, связи существуют и наша задача это связи только развивать. Я думаю, это тоже хорошее итог, которое дает ясные, четкие направления нашего сотрудничества.